Музыка Коллеги, сегодня финальная встреча в этом году и хотелось бы подвести некоторые итоги. С чего начать? Наверное, начать надо, что год был непростым. С этих слов начал свою пресс-конференцию глава региона Игорь Кобзев, обращаясь к журналистам областных и региональных СМИ. На видеосвязи с губернатором в этот день, 21 декабря, были работники газеты и телестудий практически всех населенных пунктов области. Чуть более года назад Игорь Кобзев прибыл в регион. Перед ним президентом был поставлен ряд задач. Восстановление прав жителей территории, пострадавших от паводка, восстановление инфраструктуры и обеспечения инженерной и экологической безопасности территории области. Работать в течение года приходилось в непростых условиях, отметил Игорь Кобзев. Был откровенный саботаж, вы это помните, когда я встречался с строителями и в принудительном порядке рассматривал строительство или восстановление объектов за счет строителей местных. И были эти моменты, когда недопонимание доходило к какому-то апогею, пока сели за этот круглый стол, не договорились, что он может сделать в этом вопросе. Второе, было, конечно, и здесь мы видим и недобросовестные подрядчики, и сегодня тоже о них останавливаюсь. Это итальянская забастовка, когда вроде все делается, а ничего не делается. Несмотря на сложную ситуацию в регионе, связанную в том числе с пандемией, большинство задач, поставленных президентом по восстановлению пострадавших от наводнения территорий, были выполнены. До 31 декабря планируется достроить 86 домов, 6 из них многоквартирные на 496 квартир, 54 индивидуальные, 24 дуплексы на 48 семей. Работы идут в круглосуточном режиме. В 2021 году будут введены в эксплуатацию 14 дуплексов на 28 жилых помещений, а также 76 индивидуальных жилых домов, 34 из которых находятся в Нижнеудинске, остальные в Толуне. Глава региона рассказал, что схема строительства индивидуальных жилых домов по трехсторонним договорам, заключенным между пострадавшими гражданами строительной компании службы заказчика Иркутской области, оказалась неэффективной. К работам были привлечены компании, не имеющие оборотных средств. Они получили аванс в размере 50% от суммы строительства, но не имели средств для достройки домов. Решаем вопросы, достраиваем, привлекаем в войну строительную компанию и самое главное, что мы увеличили суммы выплат авансирования до 90%. Пострадавшим от наводнения было выдано 7670 свидетельств на право приобретения жилья. Есть также вопросы, которые решаются в судебном порядке, их более 200. Восстановление социальных объектов идет по графику, утвержденному постановлением правительства Российской Федерации. В пострадавших от наводнения территорий Иркутской области идет строительство 11 дамб и объектов инженерной защиты. Сдать все объекты в эксплуатацию планируется в конце 2021 года. Еще одной задачей, поставленной президентом, была стабилизация обстановки в лесной отрасли региона. И это было одним из приоритетных направлений работы в этом году. Незаконные рубки, и здесь в том числе и поджоги, все это фиксируется. Сегодня очень много уголовных дел расследуется именно в этой сфере. Стабилизация обстановки в лесной сфере способствовала решению президента закрыть отпуск леса Кругляка за границу. Многие компании, сегодня работающие в этом бизнесе, перешли на полную переработку древесины. Еще одной важной задачей было обеспечение экологической безопасности региона, где существуют две главные проблемы – рекультивация отходов у соли и химпрома и байкальского БЦБК. Игорь Кобзев отметил, что для решения этих проблем с федерального бюджета у соли и химпрома будет выделено 45 миллиардов рублей. И значительные средства – байкальску. Приоритетным направлением работы для правительства области остается также социальная сфера региона. 67% сегодня расходов – это финансирование социальной сферы. И для меня, как губернатора, важно было поддержать именно социальную направленность этого бюджета. В 2021 году на строительство, реконструкцию и капремонт соцобъектов предусмотрено около 13,8 миллиарда рублей. В текущем году, отметил Игорь Кобзев, мы не только не секвестировали бюджет и не остановили ни одну выплату, ни одну стройку, но и добавили новые выплаты и новые стройки. В 2020 году в Иркутской области было построено 9 школ, 13 детских садов и 27 фапов. Работы ведутся в том числе на территории бывшего ИВАИУ, где через год откроется Суворовское училище, сказал глава при Ангаре. Продолжалась реализация национальных проектов, программы «Комфортная городская среда». Важное направление работы – поддержка муниципалитетов, потерявших значительную часть доходов из-за пандемии. Ну и принято решение направить те финансовые компенсации за строительство Ледового дворца, нам в размере 1 миллиарда 57 миллионов компенсировали наши расходы. Они будут направлены на сферу муниципальных образований, на их дотацию с учетом зимнего периода, сегодня сложного, непростого. Мы все это направили в Министерство ЖКХ, где они с муниципалитетами и с объектами напрямую проведут все взаиморасчеты, которые сегодня, к сожалению, еще не в полном объеме выполнены. Кроме этого, начиная со следующего года, муниципалитетам оставляют 100% доходов в части платы за негативное воздействие на окружающую среду. Ну и принято решение, поддержанное депутатами ЗАГС Собрания, передача с 1 января 2021 года части налогов по упрощенной системе налогообложения. Теперь муниципальные власти сами решат, куда направить эти полученные финансы для того, чтобы распределить в рамках своей компетенции на те или иные, в том числе и проблемные вопросы. По нашим данным, это более 600 миллионов рублей. Игорь Кобзев подчеркнул, что следующий год будет также непростым. Принятый бюджет отличается от предыдущих ограниченными доходами. Восстановление экономики региона после пандемии – процесс длительный. И по прогнозам аналитиков, доходы областного бюджета достигнут до кризисного уровня только во второй половине 2022 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова